Всем привет! Предлагаю вашему вниманию видео о маршруте Москва-Краснодар. Видео будет ускорено в два раза, протестировал на этом маршруте датакам, который поменял буквально накануне старта и должен сказать, к сожалению, опять будет один битый файл. Но его, к счастью, удалось восстановить. И потом потеря примерно пяти минут записи. Но, к счастью, это произошло ночью, и поэтому в момент потери видео не будет заметен. Ввиду того, что в салоне постоянно играет музыка на трассе, придется довольствоваться тем, что я буду говорить, чтобы не нарушать авторских прав. Ютуб здорово ругается на это. Старт в Москве. Осень. 2018 год. Сентябрь месяц. Погода пасмурная. По ходу движения буду комментировать из Википедии то, что будет попадаться из населенных пунктов. С улицы Борисовские пруды сворачиваем на Наташинскую улицу. С правой стороны остается озеро Борисовские пруды. Наташинская улица переходит в Братеевский проезд. Двигаемся в сторону. Наташинская улица переходит в Братеевский проезд. Метро Борисово. Магазин немножко затарится продуктами, чтобы продолжить уже движение без лишних остановок. Маршрут короткий. Но временами будете слушать, что говорят в салоне. Длинный парк. Метро Борисово. Короткая остановка. В видео будут интересные вставки. Не буду открывать секрет. Интрига сохраняется, но постарайтесь не пропустить. Это будет во второй серии. Словонервных прошу не смотреть. Затарились продуктами. Снова уезжаем на Братеевский проезд. С Братеевского проезда съезжаем на Бесидинское шоссе. И двигаемся в сторону МКАДа. Спальный район города Москвы. Размещать видео на втором аккаунте не буду. Потому что, повторю, в салоне довольно длительная... На больших участках играет музыка радио FM. Возможно, слушайте разговор в салоне. Впереди камера. Ограничение 60. Возможно, не приятно. Возможно, я знаю, что можно... Комментарии оставить. Ну, да. И оценку, и комментарии. Поставьте ему единицу. Ком. А вы из Питера или из Воронежа? А как вы сюда, ну, до Москвы добрались? Да, так же, да? Да, так же, да. Бесединское шоссе с левой стороны. Порговый центр. Крупный. Двигаемся в сторону МКАДа. Расстроил, конечно, меня Датакам. Тем, что вбитый файл один был. Там порядка 300 файлов. К счастью, только один. Который удалось восстановить процентов на 95. Вот и второй, значит, то, что просто вырубился и не записывал несколько минут. Ну, наверное, тут есть и моя вина. Нужно было не просто отформатировать карты памяти, а как говорят, как написано, глубокое форматирование должно быть медленное. Ну, буду, наверное, пока винить карты памяти. С левой стороны крупный торговый центр. Называется Южные ворота. Расположен в черте города на МКАДе. Открылся он недавно относительно, сколько года, наверное, два или три тому назад. Очень крупный центр. Кто приезжает в Москву на своем автомобиле и желает приобрести товары, то вам нужно, на мой взгляд, обязательно посетить тот рынок Южные ворота. Вот, проехали над МКАДом. С правой стороны видно небольшая развязка. И выезжаем на Московскую кольцевую автодорогу. Обычно в этом месте огромные пробки, но сегодня повезло. Движение по МКАДу обычное. Не очень интенсивное. Впереди мост через Москва-реку. Как правильно, Москва-реку, Москва-реку. За мостом с левой стороны капотня. Спальный район. В основном движение на МКАДе разное бывает. И плотное, и свободное, как сейчас движение. В общем, МКАД превратился практически в обычную улицу московскую. Но сегодня повезло, скажем так. С левой стороны по ходу движения нефтеперерабатывающий завод. Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Который модернизирует постоянно. Ну и прям за нефтеперерабатывающим заводом в Капотне вещевые ряды. Так называемый рынок садовод. Со всего мира везут сюда товары. Самые низкие цены. И на одежду, и на бытовую технику. С правой стороны будет громадный торговый центр. Белая дача. Там очень много гипермаркетов. Перечислять все просто невозможно. И въезжаем за... После развязки. Зеленый массив. Называется парк Кузьминки. Большие лесопосадки. Ограничение стона. На развязке сворачиваем на Новорязанское шоссе. С левой стороны по ходу 4-й микрорайон Жулебино. Жилой массив. Справа зеленая зона. Разговоры в салоне. Заедем на площадку. Организационные вопросы. Результаты деятельности Собянина. Организованные развязки. Нет тех жутких старпотворений. Которые были раньше. Земной поклон. Градоначальнику. Много работы делается по тому, чтобы не было пробок, не было заторов. Сильно разгрызил городские магистрали. Ну, пробок, конечно, еще хватает. И надолго их хватит. Но уже сделано достаточно много. Так, королла серебристая. По-моему, 7-5-4 точно не помню. А, все, вижу. Да, да, да. Парень, конечно, не помню. А потом, знаешь, когда, по-моему, кладешь порошок, там читаешь, что опыт какой складываешь. Потом все завязываешь. Пока это продержим методом, пока повисишь. Пока тебе наобранный перец, чтобы ты пятки не открыты. А потом как-то страх перекращается. Вот, так что, еще как справиться со страхом, надо представить, что вы не поступаете перед любимым человеком. Ну, вообще, он на тебя смотрит. Ну, и, конечно, как еще у вас, ну, наоборот, с настройства, 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 надо представить, что вы не поступаете. Скота 500, с ребят по 800. Ну, да, 1600, 2,200, нормально. Вот бизнес, да? Это до Воронежа. А если нам еще повезет, мы кого-нибудь от Воронежа найдем. Блин, инвалидское место. Блин, инвалидское место. Блин, инвалидское место. Блин, инвалидское место. Ну, да, что-то утром. Блин, опять эта музыка, я говорю, просто... Я, например, выключаю, не включаю приемник. С левой стороны видно эстакаду Новоризанского шоссе. Внизу дублер дороги вверху. Основная трасса очень удобно сделана. В общем, автомобилисты благодарны. Родоначальнику. Вот, выезжаем на дублер сначала. Ну, а затем опять нам кат. Сейчас движение в сторону кольцевой дороги. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Небывшие заторы. На светофорах они присутствуют. Были, есть и будут всегда. С левой стороны за дорогой Московское высшее военно-командное училище. Так, ну, чуть дальше будет я немножко промахнулся. Сейчас просто выезжаем на развязку. Хорошо. С развязки уходим на кольцевую на МКАД. С правой стороны сейчас зеленая зона. Здесь находится Московское высшее военно-командное училище. Парк Кузьминки. И движение в сторону Краснодара. Шутка, конечно. Вот такое движение радует МКАДу. Впереди камера выделенная полоса. Ограничу вниз. Проезжаем через лесной массив. Называется парк Кузьминки. И с левой стороны жилой массив Котельники. Это уже за МКАДом находится центр Москвы. С правой стороны. Развязка на улицу верхние поля. Заметите вот эти вышки, которые стоят, как их не вышки, а... Впереди камера выделенная полоса. Ограничение 100. Рекламные щиты. Это вот торговые центры. Как уже сориентируетесь. С правой стороны Московский нефтеперерабатывающий завод. С левой стороны походу Силикат Южный. Это массив. Жилой массив. С левой стороны карьер, заполненный водой. И Дзержинский. Жилой массив. Приближаемся опять к мосту. Называется Бесединский мост через Москву реку. Справа походу Москва. Жалкая пародия на Крымский мост этот, Бесединский. Чем-то похож так, издалека. Опять включили эту музыку. Справа походу, наверное, заметили Южные ворота. Торговый центр, о котором я говорил. Прошли развязку через Бесединское шоссе. Двигаемся в сторону Каширского шоссе. МКАД. 21-23 километры. С левой стороны Садовое товарищество. Рассвет. Восход. Дубок. Справа походу движения. Спальный район. Орехово-Борисово-Южное. Справа походу я уже говорил. Орехово-Борисово-Южное. С левой стороны Лесопарк Юго-Восточного спецлесохоза. С левой стороны Жилой массив Развилка. Впереди развязка с Каширским шоссе. Развязка в аэропорт Домодедово. Направо в центр Москвы. Строительство этих развязок недавно были пущены. Поэтому первое время надо привыкнуть к новым развязкам. С левой стороны за развязкой совхоз имени Ленина. Председателем которого является Грудинин. Ленин баллотировался на президента. На пост президента. Впереди камера. Ограничение 100. Много. С левой стороны видите торгово-развлекательных центров на территории совхоза имени Ленина. Вся земля была отдана практически под торговые центры. Не вся земля, но значительная часть. 26-й километр Московской кольцевой автодороги. Следующая развязка будет с Липецкой улицей. На этой развязке... На этой развязке... Да что ты будешь делать? Развязка с Липецкой на трассу М4 Дон. Налево и направо на Липецкую в центр города. По телевизору показывают жуткую аварию. В Тверской области автобус и маршрутное такси. Кошмар. Жуткая авария просто. Ужас. Маршрутка в сметку. Ну а мы пока двигаемся по МКАДу. Стандартные заторы. Еще полностью Москва не избавилась. От пробок на МКАДе. С левой стороны торгово-развлекательный центр Вегас. Там же гипермаркет Твой Дом. Чуть дальше с левой стороны торговый комплекс Конструктор. Больше ничего такого, чтобы привлекало внимание на карте. Не вижу. Все равно сравнить движение по МКАДу прошлые годы и сейчас. Но это черное и белое. А если еще пустят центральную кольцевую автодорогу, я думаю, еще меньше будет интенсивность движения. Двигаемся в сторону. Липецкой улицы. Развязка. На этой развязке направо в центр города. Налево на трассу М4 Дона. Дон. Потихоньку приближаемся к развязке. Я всегда говорил, что самое сложное, самое неприятное – это на первой этапе вырваться из Москвы и второй этап – это вырваться из центрального федерального округа. Тогда уже движение в радость. Липецкая стоит в центр. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Слева впереди подмосковный город Видное. Сейчас почитаем, что о нем написано в Википедии. В Википедии видны. Википедии видны. Википедии видны. Город имеет радиальную планировку. Жилые массивы отделены от заводов санитарно-защитной зоной. Разделен железной дорогой Павелецкого направления Московско-Курского отделения МЖД и трассы М4. История города. В 1651 году ловчий Афанасий Заболоцкий получил владение на Каширской дороге Пустош Паренко, меньшую и верхнюю. Через четверть века здесь уже существовала деревня Паренки с двором Боярским. Владение на Большой Каширской дороге не раз передавалось из рук в руки, меняло владельцев и так далее. В 1926-1925 году калежский асессор Гавриил Иванович Дворнова владеет казенной пустошью. Так, слишком замудренно. В 1830-е годы видны пришел к калежской асессорше Степановой. Так, ладно, слишком мудро написано. В 2018-й год население составляло 66 158 человек. Промышленное предприятие ООО «Московский коксогазовый завод», комбинат «Гипсобетон» и значит торговые центры. Екатеринская пустынь, действующий мужской монастырь. В годах сталинских репрессий и до конца 50-х годов в здании монастыря располагалась Сухановская особорежимная тюрьма. Так называемая Сухановка, служившая местом содержания пыток и казней особо важных арестованных и осужденных. Храм великомученика Георгия Победоносца. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Тоболовке. В центре города находится Советская площадь и историко-культурный центр Ленинского района с музейной и краеведческой экспозицией. Усадьба Тимакова-Салазкина. Основана в 1812 году. В Видном и действует Московский региональный социально-экономический институт. Имеет 10 действующих школ, одна строящаяся, а также центр образования Русская школа. Двигаемся по трассе М4. Впереди город Домодедово. В Домодедово расположен международный аэропорт. Что касается самого города, то он находится в 37 километрах от центра Москвы. Домодедово поделен на 8 микрорайонов. История города. Название города дало близлежащее село Домодедово, впервые упоминаемого около 1401 года в духовной грамоте Владимира Андреевича Храброго, князя Серпуховского и Боровского. Современный город расположен на старинной дороге Каширском тракте, который многие века связывал Москву с Каширой, а также многими другими южными городами. В 17 веке в черте города Домодедово было две деревни Назарьево и Скнилово. Точная дата их исчезновения неизвестна. В 1781 году во время административных реформ Екатерины II был образован город Никитск на месте села Калычево. В его черту вошли деревни Домодедово, Никитское, Битяга в заборе, то есть часть территории сегодняшнего Домодедовского района. В 1812 году через территорию будущего города в сторону Подольска отступали французские войска, преследуемые русской армией. Это событие отражено в названии улицы Кутузовский проезд. В 1825 году владелец усадьбы Константинова, статский советник Похвестнев, основал бумагопредельную фабрику. Возле фабрики был образован небольшой рабочий поселок с фельдшерской приемной и школой. Практически до середины XIX века территория города была заросшей мелким кустарником и лиственными деревьями. Во время крестьянской реформы 1861 года из части земель, входивших в Домодедовскую волость Подольского уезда, была образована Домодедовская дворцовая лесная дача. В 1897 году началось строительство железной линии Рязанско-Уральской железной дороги от Павельца на Москву. В 1919 году в пристанционном поселке была открыта первая школа. На лето в поселок Домодедово приезжали дачники из Москвы. В 1938 году дачный поселок Домодедово был преобразован в поселок Домодедово. В этом же году завершилось строительство средней школы. В 1947 году поселок насчитывал 1573 дома с населением 20 300 человек. 7 апреля 1962 года после выхода приказа начальника Главного управления Гражданского воздушного флота возле города Домодедово началось строительство одноименного московского аэропорта. Первый пассажирский рейс из нового аэропорта был выполнен 25 марта 1964 года самолетом Ту-104 по маршруту Москва-Свердловск. С 1966 года пассажирские рейсы стали выполняться регулярно. Население на 2018 год составляет 127 850 человек. К достопримечательностям к западу от реки Рожей расположена заброшенная усадьба Константинова, Краевический музей, парк Ёлочки, много других достопримечательностей. Много средних образовательных школ, лицеев, гимназия, также Московский коммунитарный институт, представительство МГТУ, МАМИ, филиал РГГУ, филиал РосНОУ. Ну, много тут, что написано, все не перечислить, к сожалению. Покинули Домодедово. Насколько это было возможно, я рассказал. Более подробно можете ознакомиться с городом Домодедово в Википедии. Так, слева и справа по ходу движения. Справа Никитская на отдалении. С левой стороны Скрипино. Ну, это все в ведении Домодедово. Территория Домодедовского района. Впереди развязка с центральной кольцевой автодорогой. С правой стороны Санатория Подмосковья. С левой стороны на отдалении. Кстати, с левой стороны проходит железная дорога. Населенный пункт Буняково-Рябцево. Так, проехали развязку с центральной кольцевой автодорогой. Впереди по ходу. С правой стороны параллельно М4 идет Каширское шоссе. С левой стороны населенный пункт Меткино. Еще левее Белые Столбы. Населенный пункт. Справа по ходу движения Шибанцево. Что такое Шибанцево? Что такое Шибанцево? Это Шибанцево. Это село, городской округ Замодедово. Что-то я не вижу в Википедии. Названное село расположилось в юго-восточной части московского региона на расстоянии в 31 км от Московска, от МКАДа. Село находится среди неоднородных по числу проживающих поселений, ближайших к селу населенные пункты Ростонова, Аграрска и т.д. Много садовых товариществ. Шиваново практически примыкает к Каширской дороге. Другим путем до села можно добраться по шоссе А-107. Железная дорога по Вересскому направлению соединяет село с Москвой. С левой стороны станция Барыбина. Железная дорога. Справа населенный пункт Ростонова. Показали по телевизору последствия страшного ДТП. Каширской дороги. Каширской дороги. Каширской дороги. Прямо по ходу. С правой стороны Барыбина. Еще одно. Село одно. Такой же как и с левой стороны. С левой стороны Татаринова и Вильяминова. Татаринова. С правой стороны параллельно М4 идет Каширское шоссе. С левой стороны Железная дорога. Татарина и Вильяминова достаточно крупные населенные пункты с обоих сторон от железной дороги. Об этом можно почитать в Википедии. Каширской дороги. Впереди капера. Впереди терминал оплаты, платный участок М4. Снова показывают кадры просто жутчайшего ДТП. Газель выскочила навстречу, просто кошмар какой-то. МЧС сообщает, что 13 человек погибло. Все погибшие находились в микроавтобусе. ГИБДД. Предварительной причиной ДТП стал выезд маршрутки на встречную полосу. Столкновение автобуса и маршрутки произошло на 15-м километре трассы Тверь-Ржев. С левой стороны на отдалении Константиновская за железной дорогой, которая проходит с левой стороны между трассой и Железкой населенный пункт Сидорова. Слева по ходу нехнила крупный населенный пункт. Промихнула в Википедии. В Википедии написано «Население 11 267 человек на 10-й год, 57 километров от Москвы, железнодорожная станция Михнила на пересечении Павелецкого направления и Большого кольца Московской железной дороги». Название населенного пункта впервые упоминается в 1572 году, будучи связано с родом дворян Михневых. Основателем которого была Елка Михнев, проживавший в деревне Остафьево в 5-ти километрах от Михнева. Дальнейшим Михневым были скуплены земли соседних деревень Акиматова, Мясного и Сидорово-Остафьево. Статус поселка городского типа с 1957 года. Работают заводы вентиляторных заготовок, кирпичный, электроизделий, ремонтно-механический, мебельная фабрика, лесхоз. Продолжаем движение трассы М-4. Впереди Ситнево-Шелканово. С правой стороны и с левой стороны Жилёва. Жилёва-Железнодорожная станция. В Википедии же в этом населённом пункте написано, что Жилёва – это рабочий посёлок в городском округе Ступино Московской области. Население 2396 человек. 2018 год. История. Население посёлка составляют коренные жители, основатели родообразующего предприятия Жилёвское Попов и их потомки, а также приезжие жители, впоследствии переселившиеся из других областей и районов и проживающие в посёлке по настоящее время. В связи со строительством малоэтажного города Спутника в 2013 году часть населения посёлка была переселена из ветхого жилья в новые квартиры, расположенные в новом ступени. Также в данный момент в Жилёве проживает несколько ветеранов-участников боевых действий во время Второй мировой войны. По словам Старожилов, начальная Жилёвская школа начала работать в 1923 году. В те годы рабочего посёлка ещё не существовало. Дом, в котором была открыта начальная школа, раньше принадлежал священнику церкви, которая располагалась в деревне Савина. Это было деревянное этажное здание. Что ещё пишут? Сейчас в школе работает 20 творческих инициативных учителей, средний возраст которых 37 лет. 65% из них имеют высшую и первую квалификационную категорию. Пять педагогов школы награждены федеральными и областными наградами. Особое внимание администрации школы уделяет обеспечению качества образования. В школе создана система воспитательной работы. Действует детская общественная организация «Росток». Работают органы детского самоуправления, волонтёрское движение. Для более полного удовлетворения запросов учащихся, целенаправленно развивается сеть кружков дополнительного образования. Художественно-эстетическое, эколого-краеведческого, нравственно-патриотического и спортивного направления. Ежегодно творческие объединения школы становятся призёрами районных конкурсов. В черте посёлка расположена одноимённая железнодорожная станция на линии Москва-Повелец. В месте примыкания Большого кольца МЖД линия на Воскресенск. На станции оборудовано два типа железнодорожных и остановочных платформ. На станции оборудовано два типа железнодорожных и остановочных платформ. Ребята, вот так пишите. Посёлок соединён с райцентром регулярным автобусным сообщением. И так далее. Так, впереди вот это движение Ступино. Крупный населённый пункт. О нём прочитаю в Википедии. Ступино – город областного подчинения в России. Так, история. Деревня Ступино. Впервые упоминается в 1507 году. Рабочий посёлок – электровоз. С 1934 по 1938 годы. Становление города с 1938 по 1941 год. С 17 июня 1938 года рабочий посёлок электровоз преобразовали в город. И вновь образованному городу присылали наименование Ступино. В 1939 году из районного подчинения пришёл в областную. В годы Великой Отечественной войны мобилизованная работа началась немедленно после выступления Молотова по радио. После распада СССР в 2002 году в состав города Ступино были включены посёлок отделения совхоза Образцова. и деревни Большое и Малое Образцово. В 2004 году посёлок городского типа Приокск. Так, на этом я заканчиваю комментировать. Так, население в 2018 году составляло 66 075 человек. Заканчиваю комментировать до следующей серии. Заканчиваю комментировать до следующей серии. Заканчиваю комментировать до следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...